Поисковые системы в интернете объявлены чуть ли не главным врагом человеческой памяти. Агентство Bloomberg сегодня рассказывает о серии проведенных в Америке экспериментов, вывод из которых один. Людям стало легче запоминать не сами соведения, а то, где их можно найти. Привычка полагаться на сетевые библиотеки и базы данных, по мнению ученых, сродни зависимости от общения в социальных сетях. Оно, в свою очередь, стало предметом для анализа уже в Великобритании. Результаты будут любопытны и многим нашим зрителям. Репортаж Александра Ивстигнеева. Крепкий чай, имя пользователя, пароль. Уже привычка. Андрей из дома не выйдет, пока не зайдет в социальную сеть. Так мало мест, где мы можем быть самим собой. Мы постоянно играем какие-то роли. А вот этот прекрасный способ, чтобы быть самим собой, чтобы приоткрыть там страничку в своей жизни. Быть собой легко, когда имена выдуманные. Крещи бессмертные. Возраст произвольный, фотографии и события только лучшие, отфильтрованные. Идеальный мир. Бегство в другую реальность. Социальные сети часто оказываются дорогой туда, но не всегда оказываются дорогой обратно. Поэтому многие начинают прятаться в социальных сетях. Если и прячутся, то на показ. В социальных сетях давно перестали просто общаться. Доказывают, у меня все отлично. Фантазируют, чтобы я так жил. Чего уж там, хвастаются. Чем больше людей увидят, тем лучше. Поэтому принимать предложение дружбы даже от тех, кого в жизни не встречал, хороший тон. Отказывать практически оскорбление. Тысячи друзей для социальной сети это обычное дело. Успех, признание, востребованность. Иллюзия, уверены психологи. Это вы в центре, а вокруг все, с кем вы связаны. Это похоже на круги на воде. Круги тают, удаляясь от центра. Кстати, профессор пишет, я по-русски специально для нас. Пришли бы свои англичане, написал бы I. В остальном правило интернациональное. Человеку важны лишь пять близких людей. Запомнить он может 150. Остальные для массовки. Проверено на приматах. Число 150 мы вывели, изучая отношения в стаях обезьян. Сравнили с людьми. То же самое. Если вы не проводите время с друзьями, дружба ослабнет. Человек окажется в зоне просто знакомых и вовсе выпадет из круга. Вот и соцсети друзей и одноклассников ВКонтакте. Тысячи, а поговорить не с кем. И люди уходят. Так, российский сегмент крупнейшей социальной сети Facebook в мае покинуло 100 тысяч пользователей. Новые, конечно, регистрируются, но реже, чем прежде. В апреле по всему миру 14 миллионов. В мае 12. В США даже создали движение прочь из соцсетей. Первый шаг удалить хотя бы незнакомых друзей. В Китае это считают зависимостью и лечат в госклиниках. В России в отделах кадров. Причины для увольнения непосредственно это не может. Но это может стать для руководителя сигналом о том, чтобы найти законные основания для того, чтобы расстаться с этим сотрудником. Пятиклассника из Германии школьная социальная сеть довела до нервного срыва. Ошибся адресом и стал жертвой кибермоббинга, виртуальной травли. Два месяца мальчик боится ходить в школу. Этот парень, которому я по ошибке написал, постоянно пишет мне, что изобьет меня так, что я попаду в больницу. Но бывает, что социальные сети становятся единственным шансом общаться, дружить, не чувствовать себя вычеркнутыми из жизни. Чувствуешь контакт с миром, с которым его нет в реальности, но через социальные сети ты этот контакт чувствуешь, что есть люди, которым не все равно. По сути, мир Натальи умещается на постели, к которой она прикована. Но она раздвинула границы. Сначала нашла друзей в соцсетях, потом вместе они стали помогать инвалидам реально. Я написала Насте Михайловской, что у нас все получилось, мы собрали там сколько, 204 тысячи. Она пишет, ура, я очень рада, поздравляю. В этой песне поется о девушке Тесси. Она рассылала приглашение на праздник, но забыла поставить галочку только друзьям. К ней пришли 2000 человек. Пришлось вызывать полицию. Я считаю, что если вам есть чем заняться, вы не будете просиживать свое время в социальных сетях. Песней про день рождения и как раз про это. Свою песню Макс разместил на странице в Фейсбуке. Стал звездой. Раньше заглядывал сюда на полчасика, теперь сидит по три часа в день. Отвечает на письма новых друзей. Александр Истегнеев, Дмитрий Сошин, Михаил Гилёв, Екатерина Василенко, Анна Грудинина, Лилия Зорина. Первый канал. Какие опасности поджидают в интернет-пространстве и что делать пленникам всемирной паутины? Истории жизни, комментарии экспертов и рассказы известных актеров, писателей, спортсменов. Сегодня на Первом канале в 22 часа 20 минут документальный фильм в сетях одиночества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова